здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях дизайнер интерьеров елена стасова руководитель студии интерьерных решений сестры стасовы ну то есть видимо еще как минимум одна сестра есть добрый день елена и ее бюро выиграли в 2016 году приз как он правильно называется премии add в номинации стильный интерьер да вот в стильном интерьере победили вот эти замечательные девушки да а мы кстати были на премии add в прошлом году ну в общем если вам если вам и вам елена будет интересно обязательно посмотрите репортаж с этой премии есть у нас на канале елена что мы сегодня будем собирать в какой стилистике я потому что мы наверное сегодня нарушим все ваши планы и будем собирать не в какой-то стилистике а так как у нас есть конкретная задача конкретный проект загородного дома и ванная комната хозяйская на втором этаже с мансардным окном то у меня есть эскиз и скажем так первое первый набросок а чего мы будем отталкиваться это в технике игломезе это работа юли сизовой то есть по нашим задачам когда у зеркала царапается эмальгама и создается рисунок вот от этого мы будем отталкиваться то есть отталкиваться мы будем от игломезе а подбирать и составлять мудборд мы будем для конкретного интерьера но тем интереснее давайте начинать приступим до 1 это у нас первоначально и должны вдохновляться 1 у нас наша птица и у ванной скос на крыше соответственно что мы возьмем и сделаем панели из этих зеркал оброним их натуральным деревом как вы думаете владимир насколько сложно найти компромисс между мужем и женой создавая интерьер я могу только опираться на личный опыт поэтому да ну бывает иногда не просто но это возможно это точно согласно и это наверное больше удовольствия получаешь то все-таки мужчина это как правило более брутальные лаконичные четкие жесткие а женщина хочет все-таки элегантности легкости поэтому будем искать компромисс давайте искать и так очень нужно было какой-то аккорд акцент подыграть именно плиткой нашему игломезе выбрала вот такой материал да это у нас натуральный мрамор с гравировкой и с золотой потали причем она у нас потом еще как-то запекается видимо она вытравливается вытравливается до вытравливается и получается вот такая вот игра перелив вот этих вот золотых оттенков очень красивые оттенки и они как-то даже вот очень здорово сочетается вашим игломезе вы не поверите это то что вот первый просто попалась на глаза это просто безупречно во первых игривые формы природы это немножко и на перья похоже вторых цветовая гамма безупречно отлично берем это у нас будут стены это у нас часть стен части хорошо далее мы переходим к полу соблазнил вот такой брутальный чувствуется здесь ручная работа однозначно ну это имитация ручной работы потому что эта плитка она изготавливается одной очень старой мануфактуры на юге италии и называется она физионе физионе это в переводе слияние то есть мне кажется она как раз вот подчеркивает ту идею которую озвучили безупречно слияние мужского и женского как раз здесь фабрика имела слияние старых технологий и новых технологий но можем считать что да почему бы не психология почему бы не психология действительно так следующее нам нужно обязательно мне хотелось все-таки пол не делать однотонным и очень люблю плитки вот такого принципа замечательные плитки метлахские плитки метлахские плитки либо имитации под метлахскую плитку очень такая классная шелковистая поверхность а ну и очень традиционная форма это гексагон шестигранник который довольно часто использовался в исторических интерьерах но сейчас как нельзя актуален да согласно и мне нравится эта плитка тем что во первых матовой поверхности во вторых хоть мне нравится тем что она очень практично потому что это не современные технологии когда только поверхность окрашивается а прокрашивается целиком плитка это очень износостойкая поверхность ну в нашей ванной комнате это не настолько важная характеристика но тем не да это ценно и а вот что мне кажется важным это именно то что она матовая то есть она не скользко да это безусловно ну и у нас достаточно уже глянцевых поверхностей поэтому обязательно матовая и так сантехника сантехника натуральным все-таки природным таком ландшафтным восприятие естественно что у нас будет тоже матовая белая белая матовая но сейчас это очень актуальная история матовая сантехника мы видели ее на многих выставках и практически все ведущие производители ввели в свою программу именно матовая глазурь кроме ванной комнаты у нас там будет еще и душевая поэтому небольшие вставочки из золотой мозаики как раз вот очень гармонично будет сажитаться что скажете скажу отличный выбор но только вот на мой вкус конечно дозированная очень дозированная деликатно и теперь безусловно переходим к самой мебели мебели для ванной комнаты мебели для ванной комнаты это опять будет компромисс мужская тема выбрала вот такую вот деревянную поверхность опять мне ощущение видите как как перья да то есть очень гармонично это мужская тема и женская современные технологии это фасад у нас будет как раз вот коллекция из зеркало стекло да это зеркало стекло ну что касается дерево то это итальянский орех очень благородная до порода а вот это вот плитка она же может использоваться и как плиткой быть и как действительно фасадами это продукт современных технологий потому что здесь вот если вы видите такой вот сэндвич то есть там тонкое зеркало с особой фактурой да 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 наклеена на основу и это добавляет прочности может использоваться именно как фасада мне очень понравилось ощущение вот этой глубины и в сочетании как раз дерево это как вода потому что вот ощущение ряби воды поэтому очень гармонично будет берем берем ручки 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 для мебели нам не хватает да все таки бронзового акцента подыграть полам поэтому обязательно сделаем бронзовые ручки ну и ручки у нас такие получается более традиционные по дизайну довольно лаконичная до классическая форма и вот с эффектом опять чуть-чуть состаренный очень гармонично перейдет в структуру пола да и смеситель тоже пришлось наверное схитрить хулиганить чуть-чуть ну рассказывайте про хулиганство вообще смесители всегда очень очень тщательно выбираю и так как все-таки форма у нас природная то хотелось что-то необычное и поэтому вот аксор органик сучок веточка по некоторым из мнениям и источником говорят что все-таки старый вдохновлялся формами тела своей супруги жасмин ах вот как то есть не только сучок но вот еще и изгибы женского тела читается очень гармонично да очень мягко и даже вот ты представляешь поток воды очень мне нравится да ну и в этом смесителе безусловно большое количество органических точнее экологичных технологий да один из самых экономичных смесителей в мире и здесь также очень интересно управление потому что температура регулируется наверху поток регулируется вот здесь вот поворотом вот этого носика ну и плюс тому он полы внутри и при его изготовлении используется на 30 процентов меньше материала соответственно наносится меньше ущерб природе то есть он органик во всех проявлениях не только во внешнем и важно также отметить цвет это же это вот очень ценный цвет потому что такое на самом деле очень сложно подобрать и слава богу что у аксора эта тема все-таки присутствует да у аксора 15 различных цветов ну и вот в данном случае мы выбрали красное золото в шлифованном исполнении и опять же компромисс технологии оценит мужчина а форма женщина а цвет кто оценит а цвет не знаю насколько мутборту вообще допускаются сразу у нас допускается все вот я решил что белый полотенце это любимая тема все-таки вот белый именно цвет и он тоже очень ощущение гигиеничности и освежает ванную комнату и хорошо подыгрывать ну и делает жилой это ванную я согласна я почти всегда использую белый полотенце то есть могу мужскими немножечко дуэтом выбрать что-то другого цвета но как правило все равно это белые и для того чтобы все таки мы не оставались монохромной теме я вот соблазнилась еще на вот такого цвета бирюзу практически цвет тифли очень нравится потому что есть опять же эффект ручной работы возможно это есть это и есть ручная работа это фабрика которая производит таракоту по старинным рецептам она производит в португали мы кстати были на этой фабрике и даже снимали видео если интересно обязательно смотрите вот поэтому она действительно производится вручную и глазури наносится вручную и каркелюр есть да 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 есть каркелюр и ни одна плитка не повторяется это вот такой важный уникальный тоже акция на что какие-то эксклюзивные моменты они безусловно и ценны в создании цель проекта за этим к нам и обращаются ну и последнее как без пушистого ковра ванной комнате тем более она у нас довольно просторная поэтому выбираем опять же с фактуры когда орнамент выстригается и рисунок создает за счет разной длины ворса и безупречно просто подыгрывает уже оттянили наши плиточки прекрасно подыгрывает мы этот коврик положим видимо перед ванной замечательно что было очень комфортно выходить наступать на вот такой вот да вот борт готов да отлично и у нас еще есть вот такой аксессуар я правда не знаю куда его поставить но нам показалось то что такой аксессуар будет идеально подходить к нашей ванной комнате ну в общем я просто очень ценю детали и мы проработаем всегда до мелочей поэтому опять же да это вот мне очень нравится ваших интерьеров то что они вот до каждого до последнего аксессуара продуманы и все так очень гармонично сочетается друг с другом благодарю это просто действительно удовольствие для нас мы любим точно занимаемся здорово друзья я надеюсь вам понравился наш сегодняшний мудборд тем более то что он был подобран для реального интерьера который скоро будет воплощен да обязательно поделитесь если вам понравилась сегодняшняя наша подборка наш стилистический коллаж поставьте пожалуйста лайк если есть вопросы к нам по поводу продукции или может быть к елене по поводу подбора вот этих материалов обязательно напишите в комментариях ну а если до сих пор не подписались обязательно это сделайте потому что скоро будут новые гости и новые мудборды елена спасибо большое благодарю владимир за приглашение очень приятно всего доброго спасибо с